Доброго дня всем любителям ВЕЦЦИ3 на расстроечку! С вами самый внимательный комментатор во вселенной Баневуры. Это 27 выпуск. Снова дадим вам топ игроков, но об этом позже. Прямо сейчас наша благодарность тем, кто поддерживает выходы серии внеплановых выпусков Best Replace. Итак, 27 выпуск поддержали. Иллината, 271 рубль. Во имя Элуны нужно поддержать эту рубрику. Пишет Иллината. Ну, если уж во имя Элуны, то тогда за Элуны и выпьем. Никита, 1488 рублей. Смотреть реплеи мы не бросим. Угрожает Никита. Лев Левинтов, 1000 рублей. Бонич, забудь о невнимательности. Ты прекрасен. Аспирант тоже прекрасен. Огромное вам спасибо. Огромное тебе спасибо, Лёва. Ох, D3 Fold. Я не знаю, как читается этот ник, но написано, он перевел. 500 рублей сообщает. Бонюр, здравствуй, смотрю каждый выпуск. Ты умница, лучше тебя. Никто не комментирует. Спасибо большое. Вот бы еще зрители на стримах побольше. Кстати, было бы совсем хорошо. Можете, к слову, смотреть не на YouTube, а на Good Game, Twitch, ВКонтакте. И даже на Одноклассниках мои эфиры. Так что обязательно подписывайтесь в мою группу ВК. Там все ссылки есть. Лаваш, 100 рублей перевел. Сообщает, это Dota 1. Да, это программа для запуска Dota. Сергей Георгиевич, 200 рублей. Ты топчик. Спасибо. И Viper Forever. 500 рублей перевел еще за 25 выпуск, но мы все прозевали, поскольку он перевел в Donation Alert. Сообщает, Бонюр, спасибо за шедевральный 25 выпуск. Best Replays продолжай в том же духе от всего сердца. Огромное вам спасибо, друзья. Именно благодаря таким, как вы, выпуски Best Replays выходят в два раза чаще. Ну, а теперь приступаем непосредственно к контенту. 27 выпуск разразился невероятным, неописуемым, просто потрясающим противостоянием двух мастодонтов Варкрафта. Слева от нас простой стример, но никак не про-геймер. Happy, который выдал 320 АПМ. Ну, чисто случайно в этой игре. На карте Echo Isles Happy играет за нежить. Кто бы мог подумать. Против мало кому известного сейчас орка Грубби с АПМ-230. Вот этот Грубби. Вы можете себе даже не представлять, но играл когда-то чуть сильнее, чем Кэш и Воркер. Хотя в это трудно поверить. Но на самом деле, если без троллинга, то Граби, наверное, входит в тройку сильнейших игроков за Орду за все времена Варкрафта. Легендарнейший игрок, который начинался с токов и поднял расу орков на небывалые высоты. Наверное, с ним можно сравнить только Лина и, пожалуй, третьего орка вы предложите в комментариях. Ну, а если брать всех андедов лучших за все времена, то, конечно, это будет, безусловно, Фов. Такой был парень. Наверное, нужно отдать. Нет, ну Мэтт Фрога я не буду записывать в топ-3 лучших андедов мира. Потому что были андеды посильнее. Но, наверное, Хапача можно в тройку влупить, потому что за последние годы он был одним из лучших андедов в мире. Хотя это очень спорно. Ладно, давайте по игре. Ну, много славных андедов помнит история. Фов, Свит, Сусирия, Рейн. Да мало ли еще. Очень много европейских было неплохих андедов. Перечислять можно до бесконечности. Люцифер, конечно же. Кстати, наверное, Люцика я в топ-3 андедов включил. За былые заслуги. Ладно, здесь Блэйдмастер. Это, видимо, какая-то серьезная турнирная игра. Вряд ли ребята решили покатать в ландерке. И здесь Хэппи хотел попытаться добить крипа и застилить Экспу у Блэйда. Да, но подлый Блэйд через Виндволк убивает Акалита. И, кстати, не получает Экспириенса. Акалита добивает... Акалит достается... Его череп Гулдана достается двухголовому Огру. Хэппи решает играть в быстрого ДК. Ну, я сегодня проявлю чудеса внимательности и постараюсь, ну, хотя бы меньше 40 ошибок за игру совершить. Вы же меня в этом поддержите. Да, значит, ранний Харас. Войска вступили в бой. Орк делает быстрый Тэч. У Хэппи тоже Тэч заказан одновременно с Орком. И, судя по всему, ну, быстро Тэч Орку нужен, конечно, для того, чтобы Шэдоу Хантера поскорее раскачать до третьего левела. Ну, или Таурена, в зависимости от стратегии. А в это время, ну, вот, они будут с Блэйдмастером друг друга контролировать, не давать крипиться. У Блэйда, кстати, скоро закончатся Виндволки. Хотя, ладно, есть еще довольно большое количество в запасе. В общем, приступает к криппингу Граби. Ну, я думаю, Хэппи ответит тем же самым. Колечко достается Блэйду. Довольно дрянной девайс для последнего, поскольку, ну, агильщикам все эти кольца. Просто усиление и так их сильных сторон. А усиливать надо, естественно, слабые. Подсказывает капитан очевидность. Блэйд не взял, естественно, второй левел. Он взял одну зеленую точку и, видимо, пытается по таймингу... А, вот ты куда хочешь. Он в магазин, ребят. Он в шоп затариваться. Тут же покупает себе когти. Когти плюс шесть. На халяву, со скидочкой. Еще и большого бампра заберет. Но Хэппи должен об этом подозревать. Карта все-таки маленькая, дуэльная. Здесь орки безобразничают таким вот читерским способом. Что достается? Большой бутылек маны. Ё-моё. Какое безобразное начало для капитана Хапача, поскольку Шэдоу Хантер и Таурен, кого бы ни взял орк вторым героем, скажут, что огромное человеческое спасибо за эту банку. Видит двух грантов Хэппи, но, скорее всего, уже догадывается о том. Обычно, вообще, обычно андедов оставляют здесь скелета и по таймингу приходят. Здесь можно и блейда замочить кайлом, пока он убивает большого бамбра, потому что теряет много ХП, просвечиваешь, даешь кайла, и часто блейды управлялись в алтаре, и андед получал большое преимущество. Здесь ничего этого не получилось. Ну, Хэппи зато гарантированно себе забирает второй левел. А блейд ещё и сапожки здесь выкупит. Продал ТП. Я думаю, кольцо тоже надо продавать. Не скупись, грубый. Не скупись. Покупай живопись. Хотя кольцо пока поносит, наверное. Это кольцо ему возможно пригодится с парашютом прыгать, не знаю. Шэдо Ханты вторым героем. И блейд почти третьего левела. Он взял действительно от глаза ещё выпадает. Очень удачный девайс на этой маленькой карте. Можно контролировать все перемещения андедов. Ну и сейчас мы поймём план орка. Я там вижу достраивающийся бестиариев. Заказан из спирит лодж загадка. Мы крипим экспант. Хэппи приходит на пустую точку. Теряет время император, поскольку просто бродит по следам былых заслуг орка. Шэдо Хантер начинает получать первую экспу, но блейду нужно третий. Наставляет исхабанку сразу. Я думаю. Ну а Хэппи берёт жалкие ошмётки пиршества Орочева с магазина. Так, там третьего левела Блэйд отправляется на Харас. В общем, ситуация сейчас идеальная для Граби, поскольку он может абсолютно беспрепятственно харасить андеда. Ну и, соответственно, в то время параллельно решать свои дела с Шэдоу Хантером. Но это не был бы голд реплей, если бы... Нет, не помню, не взял экспириенс. Граби не добил, поскольку у него не прибавилось. Войска вступили в бой. Так, рабочий. Зачем ты идёшь за предводителем? Непонятно. Лич, естественно, берёт фрост армор для того, чтобы как раз Блэйд не сильно безобразничал. Он дешёвый. И он остужает Блэйда. Видите, после атаки по фрост арморному юниту потом ещё долго пребывает в анабиозе. Так, у нас там Тир 2. Грэйда на Тир 3 не заказана. И я подозреваю, что грубый планиру... Нет, да, там Спирит Лодж. Тут будет игра с Тир 2. Это современные орки идут в Тир 3 и потом ставят нычку через один Бестиарий без Спирит Лоджа. Здесь Граби играет классически. Он прям настроит Тир 2 лимита и придёт ломать череп Императору. Император ставит Храм Проклятых. Да! Это старая древняя как мир стратегия. Закопочка Финда. Скоро закончится, можно будет повоевать. Просветки у орков вроде не... А, у него глаза, кстати, есть. Может воткнуть. По-моему, он его где-то воткнул сюда по звуку. Поэтому закапывай, не закапывай. Видите, Финды получают... Сначала получают на орехи, потом кайлов. В такой последовательности. Бау-бау. Я не вижу только куда глаз воткнул Граби. Минус Грант. Финд должен умирать. Скрита! Ну там ещё один Грант. То есть два Гранта на Финда. Это хороший для Императора размен. Но здесь ещё и тележка падает. Живительные хилы. Шедо Хантер, конечно, не третий. Здесь неудобно драться. ещё подходят Финды. Финда, тележку. Да, двух Финдов и тележку разменял. Но, в принципе, на двух Грантов там, по-моему, Спирит Волкер ещё отправился к праотцам. В общем, всё это, друзья, мне напоминает великий финал ВЦГ. Одно из игр как раз на этой же карте. игру... А, да, Тед же у нас ещё в Вандеддах-то великих всего мира записан. Великую игру, да, толстячка Теда против... Против... Против кого он шпилил-то? По-моему, против Флая. Да, вот же, и третьего орка он придумал. Вот я считаю, что тройка великих орков всей галактики это Флай, Лин и Грабби. Здесь прям интернационализмом веет, потому что есть и кореец, есть и китаец, есть европейец. Вот. Так вот, Тед против Флая это был великий замес. Посмотрите, если кто не видел с комментариями Майкера, на этой игре постоянный размен был. Вот, начались сражения на тайминговом выходе Андеда с Баньшами. Так они не закончились. Зачем Андеды берут Баньши? Баньши очень здорово своим... А Майкер об этом еще долго рассказывал. подождите, война за крипа. Потом расскажу Лайтинг Шилд, но добивает все-таки не ЛСом крипа, потому что ДК получает третий левел. Это важно. Это важно перед тем, как Орк Паша пойдет в наступление. Так вот, Баньши своим проклятием, которое у них доступно уже на первом левеле, они очень здорово дебафают Блейда, который начинает мисать так, как будто все юниты Андеда находятся с талисманом Эвейжена, знаменитой пассивкой Демон Хантера. Так что, вот, видите, сразу, он вешается только на Блейдмастера, его сейчас диспелят промах, но Блейд уже битый, и Баньши снова повесит на него промах, только Блейд подойдет в поле ее доступности. Неплохо Фрост Армор подсейвливает Финдов, фокус по Блейдмастеру, Койл Финда, что досталось героям Андеда из лагеря, пока непонятно, ну, видите, если бы висела лапка Свитка Зверя, я бы сразу не догадался, что досталось, тогда бы я никогда не разгадал, а поскольку лапки Свитка Зверя не висит, поэтому я не знаю, что досталось Шэдоу Хантеру в этом ДК, минус Блейдмастер, тем временем закончились хилы у Шэдоу Хантера и Император здесь в очень удачном месте, так, что это мы вытащили, цирклет, очень быстро все происходит, нам не показали в итоге, что там было, выкупают Блейдайз Таверны, короче, в очень удачном месте принял грубого хэппи, я не знаю, зачем Граби там сражался, поскольку в узком проходе юниты толпились, не могли забежать Финдов, и оп, а вот это неудачно, ДК, он без телепорта, он без инвулов, его окружают, и вдали от армии сейчас примут, сейчас в Блейдмастера влетает, но он включает инвул, и кое-как, ДК убегает, но за ним продолжается погоня, есть не хилу Шэдоу Хантера, непонятно, отпускает, и, конечно же, новый, только что отпустившего от инвула Блейда, добивает Граби, но здесь все-таки ДК должен погибать, отводит его Император, еще одна сетка, не, Райдер уже махнул копьем на сетку, но не добросил, и тем временем минус кодой, Император, как обычно, расконтраливает, ну, баса, бреет лобка, а ДК в это время бежит в магазин, покупает ТП, покупает свиток, и сейчас готов посражаться, должен Граби был прокликать герой, и понять, что это бесполезно, не хватает мочи добить Кайлом Райдера, так вот, эти Баньши, они очень дешево стоят, и они очень жестко дебафают Блейдмайстера, и как раз на этом, на этой особенности Баньшей была рассчитана страта с пушем Орка Тир-2 на Тир-2 фактически, то есть никаких Дестроеров, ну, сейчас Хэппи уже Грейд на переселение Баньшам, и Грейд на Тир-3, все-таки Дестроеры нужны эмпатию диспелить, безусловно. Куда же без этого? Интересно, Грейд делается в Шаманеце, третий Грейд на Спирит Локеров, так, подождите, а может это и второй, я точно не помню, как выглядят эти Грейды у Орков, поскольку Орки это не моя раса, для того, чтобы понять, какой Грейд, ну, подозреваю, что третий, просветка, ну, что достается нам снова, кольцо, да, регенерации, лечу, отличный девайс, кстати говоря, учитывая, что, наверное, я все-таки ДК его передал, да, тут Грейд на Тир-3 есть, тут Блейдмайстер воскрешается, но стандартно Грейд на Бетон, тут все прелести сейчас будут, естественно, Орка Арба, короче, ребята, посражались на Тир-2 и решили, что пора переходить в новую эру, двое когтей, у Блейда плюс 16 к атаке, второе, выбил, 50 лимита Орка, да, 10-49, ну, все стандартно, ребята, посражались, разминялись на Тир-2, по 50 лимита, и решили жмакнуть Тир-3, поняв, что, в общем, это можно сделать, никто никого не побеждает, Орка на Тир-3 появляется, Шкатулка, Арба, Бетон, третий Грейд на Спирит Волкеров, забавный, о котором я понятия не имею, ну, я не знаю, они, по-моему, Тауренов могут воскрешать с этим Грейдом, будут ли Таурены, вот в чем вопрос, я чувствую, что этот Грейд нам недаром полчаса показывал Аспирант, это походу какой-то такой Грейд, ну, что у них, получается, эмпатия есть, по-моему, сразу, потом, диспл, на втором левеле, на третьем, по воскрешению Тауренов, могу обманывать, друзья, не верьте мне, так, Крипджек, хэппи уходит, девайс достается ему, единственное, чего не хватает такому Блэйдмастеру, это, конечно, Инвула, я бы, я бы на месте Блэйда продавал все-таки колечко, дело в том, что от физической атаки агильщики не сильно страдают, у него много своего армора, видите, у него 6 армора, они страдают от малого количества ХП, и Койлнов, которым плевать на то, сколько у героя армора, поэтому нужно покупать что-то либо на большое количество ХП, неужели переселяться будет, да ладно, но мы это видели, помните, мы это видели с вами в одной из игр, где Хэппи шпилил с фокусом, по-моему, на последнем Гера Форевер Капе, и там Хэппи как раз наклепал много баньшей, но он там лучше контролил, хотя довольно трудно найти в мире игрока, хуже которого контролит император, Граби все это видит, все это безобразие, а, ну да, орка, кажется, появляется еще грейт на, на третьем левеле появляется грейт на, ну, во-первых, тауренница, грейт на берсерков, вместо обычных хатхантеров, и, по-моему, какой-то мега грейт на Кадоев, который также усиливает ДПС армии, вот, вот всеми этими, думаю, что прелестными воспользуются, вот они, вот они берсерки идут, все нормально, да, вот что-то соображает по игре ваш покорный слуга, что-то он понимает, там, видели, что у хантера, да, что, амулет энергии, ммм, ням-ням, дистройер точно нужен, вот, а вот дистройер, эти леги очень сильно строят, решил инвул разменять, на жизнь телеги, телега развалилась, просто, я не знаю, от чего, от старости, вы видели, блэдмастер перестал атаковать, по крайней мере, анимации атаки нам уже не показывали, он уже убегал от телеги, а телега умерла, запурджил, теперь хэппи придется перманентно проверять экспант орка, Машка, не шелести пакетом, ты же не кот, ну, обычно вот эти все заходы от граби, вообще от орков, и размен от АТП на АТП происходит в тот момент, когда у вас нычка строится, минус грант, гранта на здание разменял, у орка 47 лимита, орк сидит в лимите, копит деньги, дальше, либо шкатулку, но шкатулку ставить опасно, вы понимаете, дело в том, что ты поставишь шкатулку за довольно дорого, по-моему, 500 или 600 голды она стоит, а андет возьмет, да и выйдет 80 лимита, пока ты будешь сидеть без денег, и, ой, а что такое, не было инвула в магазе, да, ай-яй-яй, да, и вот возьмет, да и построит, построит, да-да-да-вот, выходим из лимита, выходим из лимита в 70, и поэт, а орк все-таки там вышку-то уже шлепает, поэтому очень рискованно, здесь можно прогореть, нужно вышками тогда как-то застроиться, чтобы тебя не пропушили, а потом уже вкладывать деньги в экспант, сидя на 50, орку, я имею в виду, вступили в бой, потому что вот ты, еще раз повторю, потратишь весь инкам на нычку, в какой-то момент, у тебя будет 50 лимита, и только-только построившаяся нычка, а к тебе придет 70-80 андеда, пробреют тебя, как в барбершопе, в барбершопе, персоналочка, вот и кончуяся, что умеет, зачем, так, раб, что такое, важнейший момент игры, раб получил подзатыльник, ДК, видимо, его замучила совесть, но все-таки он вернулся, и доделал свое грязное андетское дело, сейчас будет обманывать орка, да, он пытался обмануть орка персоналкой, но что-то не ведется на это грабе, нычек нет, видели там, все андет почистил, судя по всему, ТП, Койл нова, у Блэйда сразу минус половина ХП, орк понимает андета много, 3 СХ, но ты такой армией не посражаешься, сейчас Дестройера поднимет, Апатью отдиспелит, ой, все-таки принимает решение сражаться, повесили проклятие на всех, кроме Блэйда, и орк жмет, делает ноги, короче, добивая при этом одного юнита андета, и две баньши переселяются в райдеров под шумок, опа, ну баньшей, да, мы совсем забыли, что баньши умеют переселяться, заканчиваются мейны тем временем, а мы напоминаем вам на всякий случай, для того, чтобы контролить баньшей, переселяющихся, вам необходимы два элемента, первое, сетки райдеров, второе, грабесит на лимите, а нет, стоп, вышел, кажется, вышел, 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 у Хэппи 61 лимит, но это за счет райдеров, хотя я не уверен, переманенные даркой, или баньшами юниты, они вообще, лимит занимают или нет, по-моему, занимают, и можно, это тот способ, когда можно сделать, например, 120-130 лимита себе, больше, чем максимальный соплай в игре, так, на город напали, орк тянет время, никаких нычек у него нет, ему надо просто строить армию, так вот, баньшей контрит сетка, и баньшей контрит фокус от берсерков, тут еще тинкер взят, ну, неплохо, кстати, робогоблины справляются с теми же хэтхантерами, они же берсерки, при взрывах райдеры сильно страдают, короче, нормальный, до кучи ДПС, для массовочки, да, точка сбора на Борово, и вгрызается, вгрызается, хэппи, блин, своих же убивает, Блэйд, со слезами на глазах, своих собратьев, которые стали коллаборационистами, предателями родины, Блэйд плачет, но добивает своих собственных юнитов, ну, и теперь надо контролить баньшей, ни о какой орке, ни о какой нычке, точнее, орку и мечтать нельзя, хэппи все здорово там, отконтролил, и у него сейчас, что, что, рудники заканчиваются, да, это будет последний бой, он трудный самый, да, 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 вот он заканчивается, и хэппи готовится к последнему выходу на арену, орк тоже, ну, Блэйд мастер опять может отлететь в любой момент, вот в чем проблема, это реально большая проблема, что-то, лечу просто две плюхи, правда, у леча с двух плюх тоже нет половины хп, но, нужно быть крайне осторожным, крайне осторожным, затарятся по ушам, они там, прочим, вот, и так, сетки и фокус хэдхантеров, но поди ты все это про контроль, когда столько движухи будет происходить, то есть там будет фокус по герою, нужно будет Блэйдом фокусить, тоже финдов, лечить всех шэдоу хантером, возможно, хексить Блэйдмастера в нужный момент, чтобы убить какого-то финда, может быть, даже реча, то есть слишком большой мультитаск нужен в сражении, чтобы вот так вот баньшей всех остановить, а их пять штук, вот просто хэппи просто прокликал через, через атаку, а через шифт юлиных, в них переселились, и до свидания, ну, двух ты там успел, трех, да, остановить, остальные добегут, не привыкли орки играть против баньшей, таких вот, поэтому грабби, это новый вид контроля, то есть, например, орки, вот все, нычка закончена, орки привыкли, например, сражаться против талонов, там, да, и подкручиваний, они знают, там, у них механика уже поставлена, они знают, что жать, как, где держать героев, там, чтобы моноберна не получить лишнего, как их там в сетке раскидывать, на демонхантера, на талонов, чтобы они не подошли к ТЦ, а вот, против баньшей, я думаю, грабби не часто играл, в то время, войска вступили в бой, поэтому удивил император, и так, продолжается долгая осада, на всякий случай проверяем экспэншн, и тут, посмотрите, какой классный тайминг, вот это красава, ох, сейчас будет минус, все околиты, ну и хэппи должен наламываться, как дружно, шахиды побежали обратно, 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 переобмундироваться, но никто не добежит до дома, я вас уверяю, ни один, там арба, там блэдмастер, ну там половину пятого левела, наковырял, у хэппи не остается рабочих, то есть вообще не остается рабочих, понимаете, то есть он уже, экспэншн не заложит, хотя, стоп, уорка, 67 лимита, у хэппи 66, нет, конечно заложит, конечно заложит, он может заказать, а колита пока еще, вот он его заказывает, на всякий пожарный, блэд там гоняет слабых, аки тот волк, санитар леса, ну и не решается выходить из базы, страшно, очень много хэдхантеров, теперь вкупе с райдерами, нужно грамотно раскидать будет сетки, застрелить баньшей, но, вы же понимаете, тяжело, то есть там нужно распределять фокус, два хэдхантера по одной, два по другой, два по третий, в это время нужно героя сейвить, в это время нужно всех остальных юнитов распределить, в это время нужно сетки раскидать, в это время нужно там инвул от кое-моу прочитать, и блэдом перефокусить, вот как это делать одновременно, я не знаю, ребята, это очень, очень тяжело, Хэппи добавляет боевого лимита в шапках О! Эдбаньша орала Ее крики ни с чем не спутаешь Так орет теща когда зять приходит на блины уже пьяным Начались шутки про тещу Но пока нам говорить совершенно не о чем Они стоят Каждый понимает, что файт будет последним Шикарно Минус тележка Слабая Почему хэппи? Так вот орк по одному юниту отжимает Но это исключительно вопрос контроля Отдать большую тележку в условиях такого экономического кризиса нельзя Шейда! Это важный момент Она будет раскрывать позицию Блэйдмастера И уходи в виндволк Не уходи в виндволк Блэйд умрет У него нет выбора вообще в этой жизни Так Снова остужает Морозная броня Старика Блэйдмастера Что ты купил? Просветку еще Две просветки Правильно Одной шейды может быть мало Нужно еще две просветки А вдруг А вдруг орк догадается Что он дед может поставить шейду А орк обеспечивает Своему каравану Перетаскивание золота И начинается Вечный бой Смотрим на Баншей Банша Одна в Хе Все только собиравшиеся переселиться Надо ее убивать Очень жесткий ДПС От Шэдоу Хантеров Ой, от Шэдоу Хантеров Берсерков, конечно Блэйдмастер Еще одну Баншу вырезает Нужно убивать Баншей Две Банши В сетке надо убивать Блэйдмастер ловит Койл Нову Уходит в инвиз Надо просвечивать Да его вообще палит Палит Шэдоу Еще две сетки на Баншей Да застрелит их Тинкер 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 тоже под фокусом Тинкер умрет Продолжает нарезать Блэйдмастер И Банши Не смогли нормально переселиться Но Блэйдмастер Блэйдмастеру плохо На последний ХП его хилят Император терпит крах Рабы оттанковывают стенку Живы до сих пор Берсерки Очень много ДПС они вносят Банши Вообще ни в кого не переселились Вот это отконтролил батя Вот это отконтролил И кажется здесь Капитану Императору Придет ГГшечка Огромное орочее войско Только Блэйда не терять Только Блэйда не терять Только не терять Сейчас Койл прилетит Я чувствую Последний выстрел И плюха от леча Раскладывает Блэйдмастера Боже Ретрит Ретрит Кричит Орк Но его очень много И без Блэйда убьем Посмотрите там Банши терять Надо еще Вот отлично застрелил А что я болею против Императора Еще одну Банши Эх Там кажется Мисс был На выстрел Тайбанши Тридцатого Лимита у Императора Пятьдесят У Орка Но золото На воскрешение Блэйда взять Неоткуда Ай-яй-яй-яй-яй-яй Может эти ребята Она таскают Может все продать Ставить Гормон Два финда Закопанных Шейда Все палит Но я следил Как за Баншами Граби Пристально Присматривал И действительно Классно Все расконтролил Не дал Никому Подойти Хексы Сетки Фокус Ну а Хэппи Рассчитывал На тыг в героя Продает все Император Сейчас нас ждет Развязочка Я чувствую Какая-то Абсолютно Неординарная Вы готовы Дети? Пишите в комментариях Да, капитан Рабочий Финды Халявная экспа Вопрос Хватило ли денег На Блэдмастера Вот ключевая Собственно Говоря Ключевая Дилемма Этого Этой части Абалтаря нет Йооо А где алтарь Убили Алтаря нет Нет разве Вы видели алтарь Я нет Вот и приходится Каравану Таскать Таскать гол Для того Чтобы накопить На выкуп Блэдмастера Из таверны Таверна Да Слушайте А шансы есть у Хапача Дело в том Что За Койл Но ведь можно Он там Ману отрегенил Банка есть Лич почти Пятый Ему бы где нибудь Конечно До пятого И нову Вкачать 35 на 35 лимита Да Как же Блэйдата Выкупать Я не вижу алтаря Хэппи приходит Перехватывает рабов То есть Убив героя Там дальше На двух героях Можно всю армию Расконтроливать Естественно Потому что Доу Хантера Терять нельзя Но хэппи Не может Алтарь Где Ну покажите же Там лавка Там сверху Сверху Нет Ну покажите Ну плиз Ну там должен быть алтарь Блин Я не заметил В тот момент Когда на секунду Аспирант тыкнул туда Но чувствую Что алтарь должен быть Иначе Зачем там стоит орк Нет там алтаря Лол Так Денег В Граби На воскрешение Нет И суть по всему Не предвидится Дилемма Ну понимаете Граби боится выйти Потому что Койл Новая Его реально примут И убьют Шадоу Хантера А дальше Будет дело техники Дальше реально Два героя Могут раскидывать Все войско Но с другой стороны Андет ведь Может нычку поставить И постепенно Постепенно Построить армию А зачем ты Шадоу С собой водишь Уже нет Инвизного юнита Главного Уорка Хэппи Зачем Правь шайду Вот Началой Дабл Господи Дабл Дабл Лавлап Это Ой как Как же Как же Плохо Умер Этот Берсерк Потому что Сейчас Накоил Новых Раскидают Ребят Раскидают Раскидают На тележку Как-то убивать Нет В героя Тык в героя Нет Это не методы Против Кости Сопрыкина Ай-яй-яй Диспел Райдера Уводим Уводим Я сказал Я сказал Кадой Кадой Идет Жрать Финда Промахивается Сломал Зубы Хотя Калита Съешь Кого-нибудь Съешь Душа Давят Хэппи Но он На героях Пытается Расконтролить Еще один Диспел По всем Продолжается Атака Скоро Закончатся Кайлы Берсерки Как не в себе Просто Орут И стреляют Надо убить Хотя бы Тележку Что-нибудь Убить Но По кадою Кадой Живи Лич 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 Лечит На последнем Кайле Судя по всему И начинается Мин Лич Сжирает Финда Чтобы закинуть Еще одну Новую Остался Последний Финд Но По райдеру Спирит Лин Кое-как Продлевает Жизнь Райдера Но ненадолго ДК ДК Подходит Сзади У него Вообще Не остается Маны Фокус Полечу Не гоняйся За ДК Убей Лич Убей Лич Убей Лич Переключается На Лич Еще один Койл Блин Ново Минус Все Минус Все Берсеркеры Сейчас Будут Боже Боже Как он На двух Героях От контр Еще Одно Откуда У тебя Столько Нов Минус Весь Лимит Практически Боевой Орка Где Твоя Мана Шиха Где Твоя Тачка Чувак Хекс Надо Убить Надо Догнать Фрост Армор Атакуем Атакен Шпилен Зедойчен Но Лич Там Видите Он просто Добивает Одного За Другим Несчастных Берсерков Лич Фуловый Омег Он Регенит Ману Остаются Последние ХП У ДК ДК Пустой За Не бежит Шедоу Хантер Он не убьет Вы понимаете Что он Не убьет Господи Зачем Ты гонялся За ними Зачем Ты гонялся За ДК Надо было Тыкать В Лича Просто Через Пофиг Вообще Тыкать В Лича У него Просто Не хватило Бы Шедоу Хантер Забегает Он Замедляется Лич Добивает Пятый Лич Пятый Там Почти Шестой Шедоу Хантер Пытается Убить Хекса Ты не убьешь Тебе в жизни Не хватит Атаки На такого ДК ДК У него есть Чуть-чуть Он Что-то сжирает Там Видимо Не знаю Скелета Я не знаю Сожрал Доширак Я понятия не имею Кого он сожрал Куда Отдает Отдает Еще одного Берсерка Не остается ХП Приходят Еще два Спиритволкера Но у ДК Сейчас Нет Маны на Койл Конечно Не будет еще Долго И они бегут И они стреляют Но Лич Там Еще и Берсерк Пришел В попытке Убить Но Видите Там Пока Они гоняются Реально Играет В салочки С ним Хэппи Потому что Они не догонят Никогда Подморозной Подморозной Атакой ДК Тем временем Теряют Здоровье Юниты Решительно Теряют Граби Кажется Сам теряется Этот Хекс Никому не нужен Сейчас подойдет Лич Сейчас подойдет Лич Даст Фрост Армора Даст Нову Я сказал Даст Вот она Нова И Граби Вынужден Написать ГГ Боже Какая Развязка Какая Развязка Тебе нужно Было Просто Тыкать В Лич Что ж Я благодарю Всех Кто смотрел С нами Вместе Эту Игру Напоминай О том Что мы Ждем Вас В нашей Группе ВК Группе Best Replace Там Есть Зал Славы Где Размещаются Все Саппорты И Показываем На Экране Топ 5 Самых Щедрых Игроков За Историю Самых Щедрых Донатеров За Историю Существования Рубрики Ну и Конечно же Подписывайтесь На мой Канал На Ютюбе Вступайте В мою Группу ВК И смотрите Дальше Варкрафт На Гудгейме Здесь Играют Вправду С вами Был Баневур Пока